всем привет уважаемые подписчики с вами армаг продолжается турнир подписчиков и сегодня у нас встречаются известные привычные для вас уже игроки это убитый против воська больше шансов на победу понятное дело я даю убитому он игрок опытный уже потихонечку начинает набирать былую форму поэтому я думаю есть все шансы ну а васек он единственную победу добыл только из-за того что его соперник сдался и не стал продолжать поэтому как-то серьезно оценивать его шансы на победу наверное было бы слишком опрометчиво сразу скажу что в основном будем наблюдать мой игру со стороны убитого со стороны воська будут периодические включения почему так происходит я уже говорил ранее почему-то захват идет не очень хорошо сами видео него на канале не сохраняются ребята подчеркались таким образом что вроде как должны играть в зеркальный скир миш то есть абсолютно одинаковые расклады должны быть с их сторон и как раз это должен быть реально оптимальный вариант для того чтобы проверить кто из ребят более скиловый и лучше умеет реализовывать те расклады которые ему выпадают сразу же отметим что сейчас красным цветом играет убитый именно за его игрой вы имеете возможность наблюдать но когда будет ходить в осёк в принципе я вам скажу напоминаю что как раз таки убитый является текущим победителем предыдущего турнира там мы видели что произошел рестарт поэтому смотрим не понял подземка на зеркальном скир миши нет подземки я так понимаю не решили играть анархия в итоге и на анархии ему заходит получается темница играют они не на 200 на 160 процентов сложности сразу обзорка ему засвечивает территорию но охраны даже стоки реально это может быть анархия теоретически и поскольку это будет анархия это может получиться очередная затяжная игра которая может отнять приличное количество нашего с вами времени так убитый там что-то проверяет настройки игры призадумался как ему лучше дальше поступать и ну и интересно будет узнать за кого играет его соперник и сразу же скажу что сопернику его выпала инферно ну если для анархии о самих этих замках говорить то сложно сказать какой замок здесь выглядит более сильно единственное можно сказать что оба замка имеют шанс появления в подземке но сразу же скажу что васек появился на поверхности поэтому теоретически больше шансов у него на нормальное развитие и меньшее количество блоков по пути сразу же происходит грейд троглодитов их количество переваливает даже за 150 благодаря грейду и стартов подземки они получают плюс один к скорости за битву на родной земле здесь подземки и помимо этого плюс один еще к скорости за то что шакти является специалистом по этим войскам поэтому комфорт от битвы с грейженными троглодитами просто колоссальный и очень большая пробивная сила в итоге получается благодаря этому конечно же но битва я знаю очень давно поэтому и оценивать его игру я могу немножечко лучше чем большинство игроков которые участвуют в турнире ну и вы кому интересно в принципе посмотреть как убитый затащил предыдущий турнир можете конечно же просмотреть плейлист со всеми играми с предыдущего турнира подписчиков насчет игры васька я уже говорил что мне судить вообще сложно поскольку я с ним играл всего лишь четыре партии по моему итоговый счет у нас 22 играли мы на обычном рандоме поскольку шаблона он не знает я ему пытался объяснять что в принципе то обычный рандом это тоже шаблон просто там целый список задан случайный выпадает вот и все точно так же по описанию смотришь какой шаблон выпал также под него есть схемы бери игра и все ну и в итоге выигрывал каждый из нас просто кому лучше сдавала тот и выигрывал я не помню ни одной партии чтобы кто-то реально затащил на скиле но тем временем убитого уже следующая битва начинается за счет гарпи он хотел разделить гноликов между собой но получилось так что они прям все три стека пошли в расчете на то чтобы бить именно по гарпиям троглодитов ставить чуть поближе теперь моралька неприятная сработала ну и теперь получается дальше троглодиты могут вырезать как один стек таки 2 зачем-то гарпиями ударил непонятно и слил дополнительную гарпию на ровном месте это уже убитый я не знаю зачем он это делал не просчитал что ли скорость или спешит пробивается таким образом он наверх и тоже берется рестарт да это похоже на анархию поскольку он уже два рестарта взял и только анархии у нас разрешено два рестарта в турнире хотя возможно они по договоренности увеличили количество рестартов но что-то я в этом плане сомневаюсь играет за темницу красным цветом все так же и опять старт в подземке и в этот раз сдача интересней потому что есть внешние жилища мантикор это конечно не минотавры но тоже очень и очень неплохо приходит джеддит приса есть два хороших героя похоже пока что из данных героев он больше делает ставку на джеддита хотя джеддит он в основном хорош на более поздних этапах игры до когда уже у него и земля качнется посильнее на старте бриса со своим ускорением даже мне кажется поинтереснее должна смотреться у нее и маны больше и сила магии поболее на его месте ну вот из тех героев которые есть я бы от него делал ставку бриса запускается дальше еще и колодец находится рядом однозначно сдача очень хорошо подходит под магов еще и плюс один к знаниям есть повышалочка но зная убитого и то как он любит качать именно воинов я очень сильно сомневаюсь что бриса станет основным героем да и джеддит принципе навряд бы наверное ставился если бы хоть один нормальный воин зашел а так ему чуть ли не одних магов тут нас давала ну и кстати мы видим постройку в виде получения опыта кстати по моему это мы второй раз в турнире видим вообще отстроенное данное здание что-то меня убит и начинает неприятно удивлять в данном турнире своими действиями я не считаю профитным постройку данного здания на старте но опять же если это принесет ему итоговую победу то почему бы и нет как бы для варианта альтернативного развития и крайне нестандартного почему бы и нет трагогитов правда в этот раз дало ему гораздо меньше правда большее количество гарпий есть в наличии чем это было в предыдущей сдачи то есть есть в данной сдаче как определенные плюсы и минусы в тот раз у него герой по крайней мере шакти до что очень даже неплохо я так понимаю что они наверное рандомными замками играют и чисто так совпало что ему два раза темница зашла цветами они я так понимаю не меняются или они все-таки черканулись так что ему именно темница зашла просто если они черкали тогда непонятно почему он не стартовал за шакти как это было например в предыдущий раз так ну плюс один берет к защите помимо этого еще и защита у него качнулась он взял ученого что ему дали плюс один к силе магии что ли просто защита то всего лишь на один увеличилось в общем непонятный немножко момент тем временем у нас начинается уже второй день и я так понимаю что ребята решили заиграть те сдачи которые им выпали но убиты наверное держится все-таки за внешнее жилище мантикор он попробует его отбить на первой неделе от порталить и на второй неделе уже хороший стек мантикор получится который должен будет со второй неделе грейдиться и дальше уже с ними можно будет ломать большинство объектов также есть рефьюга то есть лагерь беженцев там немножко левее брис и уже прошел и еще одна обзор очка его ждет что тоже очень приятно для того чтобы разведать вообще ситуацию оценить куда идти дальше как развиваться и так далее так джеддит тем временем разгоняется ману он не тратил поэтому особого смысла ему даже посещать колодец нет и судя по всему он хочет направляться именно вниз там пробьет наверное обелиск для того чтобы мувпоинты сэкономить и заодно проверить какая охрана прохода наверх будет находиться ящики пандоры внешнее жилище он оставляет на потом хотя на его месте я бы скелетов над замком пробил бы пораньше если не хочет главным героем можно было это сделать второстепенным в общем цепи у убитого довольно слабо работают блин я его не узнаю вот честно может я конечно уже просто разбалован играми топовых игроков и теперь это очень сильно мне бросается в глаза может быть и такой момент конечно тем временем бриса находит приличное количество золота помимо этого ртутная шахта я напоминаю что данный шаблон играется без правил здесь можно творить все что хотите нет ничего запрещенного здесь очень сильно роляет дипломатия помимо дипломатии можно еще и некромантию сборный артефакт плащ короля нечисти исра и ведамина не имеют ограничений как при игре по правилам портала hero's world ну и вообще это по сути не конкретный шаблон случайной карты который генерируется по одной схеме и целый сборник шаблонов и какой именно шаблон выпал из этого сборника поначалу обычно определить очень сложно только разведав побольше карты а я напоминаю что здесь есть и картографы и палатки ключников здесь никакие объекты не отключаются обычно хотя конечно можно попробовать их отключить если не отключать плагин hero's просто отключить его правило тогда можно попробовать даже отключить я вот не знаю по идее все равно должно появиться менюшка с этими отключениями так тем временем как раз вот сейчас начинает работать цепь уже со стороны убитого воюет же эгар идет отбивать дополнительные ресурсы подвозит армию поближе прежде всего к близься пока что возможно бриса отобьет рутутную шахту отвезет армию на джедита и джедит поедет пробиваться дальше так уже четвертый день среди на первой неделе пока в основном идут собирательства и пробивание каких-либо ресурсов бриса находит второй данж и это один из тех шаблонов судя по всему выпал на которых есть две родных деревушки по бокам если это так то это мега конечно круто в первую очередь для убитого и больше преимуществ получит именно он поскольку он в трех замках может поставить три портала и тройное от порталивания нычки мантикор но это просто им бища тогда получается в итоге это конечно жесть против такого будут крайне тяжело тягаться однозначно тут нечего особо сказать идет пробивать охрану которая мешает пройти к этой деревушке а ему ее отжимать надо однозначно ну и заодно посмотрим будет ли убитый играть через от порталивание это по крайней мере очень сильно бросается в глаза и как бы увидится таким моментом довольно интересным через который можно попытаться сыграть плюс само внешнее жилище будет он отбивать или не будет по идее как бы надо делать ставку на это на первой неделе можно даже внешнее жилище драконов брать при игре за темницу не говоря уже про внешнее жилище мантикор минотавра и тому подобных даже игроки моего уровня если нормально сдало могут все это дело пробивать без особых проблем бывают конечно крайне неприятные сдачи или какие-то сливы где-то произошли тогда конечно все это дело может не срастаться и стать очень проблематичным отстраивает он два рынка видя что золото сдало нормально но по ресурсам есть проблемы как то эти проблемы надо будет решать поэтому тратится дерево тем более по дереву у него вроде все и так замечательнее некуда и плюс еще есть халявное дерево которое можно будет в ближайшие дни тоже стараться подбирать тоже ведется переписка между ребятами довольно частенько вот убитый говорит что на анархии все можно нет никаких ограничений именно поэтому анархия кем это очень любимая некоторыми игроками очень нелюбимая так ну бриса определяет что дальше там прохода ну как хотя как нет прохода в принципе там много охран может там проход какой-то есть но скажем так там много боев надо проходить проводить а ему это совсем ни к чему тут неделька подходит концу и надо бы позаботиться о цепи чтобы успеть и внешнее жилище отбить и при этом поехать отбить еще и третью темницу везде успеть влепить порталы поэтому надо и сундучки и золото успеть под собрать в нужном количестве но с учетом того как отстроены цепи со стороны убитого что-то я сомневаюсь мне кажется третьем замке можно вообще родном забыть по крайней мере на первой неделе а если мы говорим от порталивания на это может не хватить золота да и в принципе он может даже не делать на эту ставку будет ли он брать внешнее жилище мантикор это тоже вопрос будем надеяться что да ну а там все от него в общем то зависит поехал вниз хотя здесь можно было стоять наискосок и остаться поближе к дороге тоже мне кажется это дополнительная трата мофф поинтов со стороны убитого махи руслан так отстраиваются медузы пока идет по стандартной отстройки после медуз там уже можно будет выбирать по ресурсам минотавры у него не стают пока из-за того что не хватает самоцвета в но за счет большого количества ртути ему можно будет попробовать поставить мантикор но опять же если он соберет золото само золото есть самое главное героев использовать для этого должным образом чтобы все это золото было собрано вовремя и он не просаживался по отстройке поскольку для отстройки замка жизненно необходимо вовремя все строить как раз таки на первой неделе вторая неделя она уже может оказаться довольно поздним сроком поскольку даже на второй неделе может завершиться игра на большинстве шаблонов а анархия это вообще непредсказуемый шаблон тут можно отбить какой-нибудь свиток даже на первой неделе получить полет или дверь измерений прилететь к сопернику и сразу же его убить даже такое вполне возможно и сейчас мы с вами имеем возможность наблюдать за игрой войска здесь тоже могут быть слайд-шоу определенные подтормаживание и так далее мы видим что к данному моменту у него уже шахта ртути взята нет охраны возле консерватории золотая шахта тоже пробита есть на габанг очень неприятная охрана у него виде единорогов и причем даже и хотя нет если их пробить наверное все-таки мимо черных драконов можно будет пробить пройти точнее но мне кажется эта задача не первой и даже не второй неделе это будет на более поздних сроках браться пока о чем-то большим здесь говорить не приходится но можно сказать что по ресурсам очень много дерева но большая нехватка именно руды много как раз набросала ему кристаллове дерево золото но более-менее пока на первое время хватит есть внешние жилища демонов также есть сундучок возле василиска ну и продолжаем следить за игрой руслана кстати васек несмотря на то что он играет с ником васеком на самом деле вы вроде зовут не далеко не василий почему такой ник выбран честно говоря не знаю но если он будет смотреть данный турнир может он напишет в комментариях историю выбора своего ника так но армия на самом-то деле довольно далеко может доехать ну до внешнего жилища по крайней мере до конца недели у него есть возможность дотянуться вопрос в том пойдет или не пойдет брать тоже вопрос другой троглодитов в принципе тоже хороший стек получается единственное он не грейжен и не улучшенный дай с его стороны по золоту в принципе тоже вам вышел таким образом что сейчас должны мантикоры становиться спокойно если кто-то из ребят нароют дипломата и нормально его прокачает то по сути особо много скилла не надо будут иметь для того чтобы отстроить префектуры возможно даже муниципалитеты забить на все остальное и чисто качать дипломатию и бегать собирать какие-то полезные стеки на карте желательно конечно найти где-то воров которых вы присоедините наличие воров она работает как просмотр заклинания которое позволяет видеть точное количество армии на карте помимо этого она еще и позволяет видеть как себя эти войска будут вести нейтральные они к вам присоединятся бесплатно или за деньги если за деньги то за сколько именно или они будут убегать в общем это очень полезный момент который нужно иметь ввиду на анархии на других шаблонах просмотр гораздо реже кастуется чем на той же анархии на анархии это вообще одно из топовых заклинаний но опять же по большей части когда есть дипломат опа и он героя из верху вниз направил вместо того чтобы бежать к очередной деревушке или возможно отбивать по-быстрому внешнее жилище то он просто вернул и сейчас он лишается всех шансов на очередной замок скорее всего убитый играет без открытых перед собой схем шаблона верно все делает на автомате отсюда и подобная невнятная игра с его стороны получается то есть поведение получается какое-то необоснованное скажем работает чисто на тем чтобы отбивать ресурсы и строить замок это довольно стандартная вещь как раз таки темница она не этим сильно а он еще и стрелков хочет пойти пробить до пробивает стрелков чтобы сэкономить очки перемещения и не бегать по бездорожью мандикуры отстроены уже какое-никакое преимущество есть в плане отстройки замка хотя я думаю со своей стороны и васеки фритов без особых проблем должен отстроить конечно анархия анархии рознь по-разному может сдать в целом думаю нормально все для тех кто не следил за всеми играми турнира я напоминаю что игроки которые сегодня встречаются они имеют по три набранных очка и у них абсолютно нет никаких шансов на то чтобы побороться на проход далее и в этом году получается так что убитый он не сможет побороться за то чтобы сохранить свое звание лучшего подписчика но спасибо ему за попытку в любом случае он может побороться примерно за средину турнирной таблицы если наберет 6 очков поскольку у нас будут ребята которые наберут 12 очков но их будет один или два не более того далее будет ряд игроков с девятью очками и дальше уже будут идти ребята шестью очками тремя и нулем с нулем очков тоже будет майло количество очков точнее количество ребят теперь мы со стороны воська видим немножко иную ситуацию видно что лесопилка у него захвачена чуть повыше шахты самоцветов не взята у него тоже захвачена также сама одна деревушка как это сделано и убитого она тоже родная и он наверное тоже не особо стал заморачиваться со схемами шаблонов поскольку я не вижу с его стороны стремление отжать еще один родной замок что довольно странно василисского от 10 до 19 вы сами видите насколько подтупливает изображение это зависит ребят не от меня это уже технические неполадки ну и мы видим что эфриты отстроены сандра как раз у него качается как главный герой то есть здесь ставка делается на некромантию и в принципе в теории это очень даже топовое решение для анархии некроманты здесь очень сильно рулят здесь и охран под некромантию довольно много вообще при постройке эфритов их дается два и вполне возможно что еще один находится в основной армии где-то а вот мы имеем возможность наблюдать за армией похоже на то что либо у него не хватило золота на то чтобы выкупить второго эфрита либо в одном из боев васек уже умудрился этого эфрита слить пока что он идет пробивать василисков мы видели битву против василисков со стороны убитого но там василисков было меньше мы видим что больше 20 гогов есть ну и небольшой стек пока что сформированный со скелетом плюс баллиста ну много здесь на некрит тоже не получится но по крайней мере за счет большого количества здоровья которое есть у василисков можно поднять неплохое количество опыта из данного боя и как можно быстрее прокачать экспертную некромантию именно с экспертной некромантией можно нормально уже заниматься не крением так называемым фармингом скелетов и что на золото нет вроде на опыт брал да вроде на опыт правда мы с вами не имеем возможности видеть что у него там прокачалась но я думаю если давали некромантию то он наверняка он должен был брать именно ее но если предлагали какую-нибудь магию хорошую он вполне мог попытаться сделать и на нее тоже ставку да вполне возможный момент уже даже постройку какую-то сделал в одном из своих замков тоже кристаллы мы видим возле нога банка не подобраны я так понимаю там была какая-то охрана наверное которая в свое время пробилась и как раз остались лежать эти кристаллы на том самом месте судя по всему так же работает над собирательством древесину даже подумывает игнорировать но в итоге все равно соглашается ее брать и таким образом до сундучка он не дотягивается хотя возможность взять сундучок сразу у него вроде как было есть возможность дотянуться до внешнего жилища но хватит ли у него мувпоинтов чтобы зайти еще в это внешнее жилище вот тут вопрос на портал не хватает руды насчет этого он тоже не поработал как будет из этого момента выкручиваться не знаю но как минимум два рынка у него для этого есть может попробовать на менять при случае в любом случае уже видно что реализация далеко не лучшая с его стороны сейчас начинает хотя бы пробивать охраны вдоль дороги для того чтобы разблокировать направление в разные стороны как раз таки по бездороге посмотреть что там находится может еще есть чего-нибудь интересного и думает бить литра гладитами поскольку вероятность того что он не минусует данный стык она все еще остается тут еще и мораль зашла и приятного все равно в итоге получается мало вот так то минус 20 трогладитов как с куста и находит рефьюгу но если он пойдет и сейчас бить все внешнем жилище мантикор можно забыть есть кстати возможность труду взять он похоже собирается эту возможность использовать армия передается на джедита до подбирается руда и шахта руды но лучше бы он шахту руды захватил но опять же тут он сам уже для себя решает просто так бы дополнительные две единицы руды он получил эту роду подобрал бы позже она бы никуда от него не делась а так получается минус 2 руды теряет которые могли бы быть у него на следующий ход опять же тут каждый для себя выбирает сам что он думает еще и в замок заезжает что ли вот проверяет длину хода чтобы хотя бы примерно прицениться заезжает он или нет во внешнее жилище но если он в замок заедет он точно внешнее жилище не возьмет по крайней мере этим героем он хочет выкупить мантикор и подвести их очередным героем судя по всему да там еще и пришел саурук если бы он раньше пришел то тут варианты с отстройкой минотавров стоял бы вполне так выбирать особо не приходится конечно побольше аджора набрал с собой хочет перестраховаться тем более вроде как готовятся определенные неприятные бои на которых тоже нужно позаботиться ну и постараться потерять как можно меньше в итоге проигрывает по скорости грыженому стеку троглодитов именно поэтому старается в первую очередь выбить именно его хотя бы не сморалился этот стек это уже плюс стоит отметить попытался на гнолика отманить вверх но это не получилось сделать поэтому он просто снимает ответку с того большого стека который является не грейженом и который тоже рвется теперь вперед но в первую очередь заблокировал проход для грейженого стека чтобы они не врезались в холдеров не было шанса потери даже единички бихолдера дальше через стрельбу нормально с потери всего лишь единички пробивается подъехал поближе он может и срастется от порталивания правда я не знаю как он будет делать возможно просто без от порталивания чисто пробьет внешнее жилище у него тут золото нет даже на то чтобы скупиться в этом внешнем жилище он скорее всего ресурсы будет продавать ну скажем так это лучше чем ничего идеальный вариант было не строить вот эту вот тысячу которую он потратил на то чтобы дополнительный опыт получить помимо этого лучше два портала внешнее жилище скупочка и отбить еще одну деревушку мне кажется это самое топовое решение было бы вообще из тех вариантов которые ему были доступны ну решила сделать так почему бы нет снимает от веточку тоже старается наваливаться разными стеками но проглодиты у него не дотянутся они еще и в не грейженом виде у него находятся он может если у него земля не докачана то и находится лишь на базовом уровне либо и вообще нет то все кого он будет поднимать они не будут оставаться после боя они поднимаются только на время боя скажем так с небольшими потерями но он берет внешнее жилище и сейчас я думаю всеми силами будет наменивать как можно большее количество золото посмотрим сколько ему удастся на менять выкупаются мантикор из внешнего жилища ну ни о каком портале я так понимаю речь даже близко не идет если бы он дополнительного героя не покупал и брал внешнее жилище без двух мантикор это вполне было сделать реально с его стороны но решил перестраховаться конечно если бы там какие-то морали возникли то проблем бы тоже не удалось избежать на выменивает все самоцветы все ради того чтобы отстроить портал но в этом есть смысл только если опять же всех скупить поэтому он даже задумывается о том чтобы дерево еще доменять и короче с одним порталом все таки играет в итоге получая дополнительных мантикор можно сказать что концу недели он немножечко исправился сделал все впритык не получилось сыграть с тремя порталами и тремя родными замками но хотя бы два родных замка и один портал плюс внешнее жилище это лучше чем ничего хотя может тут такая сдача что как бы по два родных замка издало ребятам третьего нет рядом начинается вторая неделька пока что убитый из подземки не вышел мощь армии показывает больше именно у него ну вообще если есть внешнее жилище тем более хорошие у темницы перемашнить на первых неделях ее крайне сложно но потенциально конечно нанекрить большую армию чем та которая будет у убитого это вполне реально идет воевать дальше убитые использует даже вспомогательных героев для темпа это однозначно плюс а вот что у него получится в итоге по потерям сейчас мы посмотрим а то мы видели с вами да самая такая интересная в плане потерь игра это миарас хенрич когда оба на первой неделе слились это прям для данного турнира по моему нонсенс когда а или хотя по моему что-то было да еще в какой-то партии когда за счет слива вигра выравнивалась хотя бы на время тут не стал он наваливаться троглодитами по грейженому стеку попробует все-таки троглодитов сэкономить как можно сильнее из них тоже можно формировать ударный стек и надо бы посмотреть кто там у него в таверне не пришел ли шакти с тремя стеками троглодитов тогда можно было бы даже пересесть с джеди то как раз таки на такого мега классного героя как шакти почему бы нет через повышалочку тоже прогоняет своего главного героя который находится пока на разгоне и особых занятий для него нет и под конец хода еще и армию все передает да а он хочет как раз пробить тех скелетов о которых я говорил еще на первой неделе что их можно было пробить и сделать это довольно таки безболезненно но опять же если конечно это делать с грейженными троглодитами без грейженых троглодитов тогда за счет гарпий попробовать разводить разводить нежить обычно это затея проще простого поскольку у них и скорость довольно посредственно и помимо этого они еще и не умеют моралица поскольку моральки могут очень сильно подпортить жизнь в итоге забирает сундучок который ему удалось отбить кристаллы и хочет наверно до разведать до вглубь еще немножко свою территорию убиты уже привычно для данного турнира остается пока на своей территории хочет исследовать и зачистить сначала ее и только после этого как-то стремиться вперед и приходит диммер а вот диммер это уже более интересный вариант для развития для прокачивания вот на него я думаю есть смысл пересесть даже с его-то метеорит кай можно тут натворить больших чудес плюс еще и дух уныния есть в наличии которые снимают возможности вообще для морали как для ваших так и для вражеских но лучше лишиться своих морали и спокойно проводить битвы с нейтралами даже взял хижину ведьмы без разведки получил тактику но в данном случае ему повезло но вообще мог словить какую-то ерунду и то что он прям так спешно побежал брать этот навык мне кажется что все равно он останется верен джедиту и продолжить качать именно его хотя я на его месте наверное пересел бы все-таки возможно не сразу но по крайней мере параллельно начал бы его качать уж точно поскольку герой ну просто очень полезный а его полезности можно просто легенды слагать и это я говорю не только о шаблоне скирмиш и м200 шаблонов где роляют очень сильно маги так и мощь армии показывает уже больше у соперника что наводит на мысль убитого что наверное не все так хорошо хотя вот-вот недавно показывала что убитого армия сильнее ну и в принципе как раз этот ход мы увидим сейчас и со стороны воська так что мы с вами будем иметь возможность сравнить те армии которые находятся у обоих игроков можем сделать свой вывод при сравнивании мощи армии там и количество и вэлью юнитов считается но вэлью это скажем так игровая ценность не то сколько они стоят в игре а скажем таких значимость которую заложили разработчики для генератора карт ну и вообще в целом в игре хороший стек мантикор получается обычно конечно стараются формировать именно стек минотавра поскольку он быстрее формируется в ударный их больше прироста они не очень сильно уступают мантикором мантикоры разве что имеют больше скорости умеют летать немножечко больше здоровья но зато минотавры они имеют всегда положительную мораль это на самом деле очень значимая вещь помимо этого тоже у них может быть очень неплохая скорость особенно если их улучшить сформировать рано ударный стек при игре за любой замок это очень важный тоже аспект сейчас возможно а он дипломатию едет покупать ребят или дипломатия у него уже есть ну кстати то что в невере дают дипломатию это вообще мне кажется чит он может просто всем своим топовым героем купить дипломатию и просто ездить потом присоединять войска ну вот это мне кажется и станет наверное решающим в игре наличие дипломатии убитого если у воська ничего подобного не нароется то мне кажется особо ему ловить тут в данной игре будет нечего начиная может быть с конца второй недели или третий после прокачки дипломатии может начаться и присоединение кстати картограф нашел тот который находится на поверхности картограф на поверхности вам за деньги открывает всю карту местности наверху а картограф который находится в подземке если вы его посетите и тоже заплатите вам откроют всю карту местности в подземке со знанием дипломатии и плюс со знанием карты вы можете ходить и собирать именно те зоны те объекты которые больше всего важны на карте вы сразу же будете видеть вообще эту ситуацию которая складывается в идеале конечно еще попробовать найти что-нибудь вроде контроля чтобы можно было летать между зонами тогда еще и можно будет начать воровать артефакты всякие ящики пандоры и все тому подобное при желании так ну и наверное на этот ход пока что все до наблюдаем за игрой воська давайте посмотрим что там у него за топовая армия пока что она находится не на главном герою но армии на самом-то деле мало как-то очень мало я бы сказал реально очень мало армии ребят ну 4 free то есть то есть он на первой неделе отстроил все виды существ кроме девилов и при этом даже получается не хватило ресурсов на цитадель но он и играет в общем то всего лишь в четыре героя из-за этого у него и темп довольно низкий но зато он нашел все-таки еще одну родную деревушку и того у него их три так что скорее всего там где-то третья деревушка родная должна быть и убитого все таки он не добрался до нее так что скорее всего и в этом плане был прав что выпал именно тот самый шаблон кстати вообще на анархии у нас по-моему слишком часто начали выпадать шаблоны как раз вот с родным замком который вы стартуете и двумя родными деревушками лезет брать консерваторию на одних ефритах и гогах вот за счет гогов как раз у него и получается наверное армия более топовый за счет их большого количества которое у него есть в наличии сразу же у него есть экспертное замедление в этом плане конечно васек даже предпочтительнее смотрится нежели его соперник которым является убитый но придется здесь тоже попотеть помудрить наверное гогов придется слить тоже приличное количество и посмотрим с какими потерями он вылезет в любом случае наличие одного или двух ангелов она позволит на высокой скорости бегать и не крить что должно сыграть очень хорошую роль и мы видим что заходит мораль мораль это всегда неприятно это сразу же дополнительный удар по гогам в первую очередь как вы знаете в ближнем бою голги очень слабы так а по эфритам я не понял он слил еще одного эфрита да то есть осталось уже не 4 их а 3 я так понимаю ну момент мягко говоря неприятный конечно да уж можно только позавидовать даже если моральки продолжит заходить но конечно в рамках дозволенного он здесь спокойно вылазит вопрос в том сколько он эфрита успеет потерять желательно вот их как раз сохранить побольше он как-то больше экономит гогов чем эфритов мне кажется это вообще в корне неправильное решение если есть какая-то угроза серьезные фритам либо надо начинать играть через вейт то есть улетать выйти цей потом через хитран наваливаться либо же подставлять лучше гогов но я так понимаю он собирается наоборот экономить гогов а эфритами наваливаться но насколько их хватит так что ли вообще я не понимаю где его скелеты неужели он там где-то их тоже под насливал поскольку у него на первой неделе были скелеты а потом они куда-то делись как раз вот скелеты на отжор здесь зашли бы нормально конечно они подпортили бы морали и вполне возможно что дизморалились бы из-за этого сами эфриты можно было вот накинуть экспертное замедление потом накинуть щиток чтобы на 30 процентов меньше урона получать и по щитком там и фриты бы подольше могли стоять и можно было их даже постараться не потерять так много тут опять же каждому свой личный опыт подсказывает как лучше поступать помимо вот экспертной стрелочки замедление щитка у него есть обычное ускорение обычное снятие заклинание защита от огня и собственно заклинание проклятия которое тоже часто используется при взятии консерватории например если у вас качается магия огня то например в экспертное проклятие накидывается чтобы минимальный урон наносили грифоны и сразу же снимаю снижается значительно урон что конечно же не может не радовать и тогда проще консерваторию становится брать такое можно увидеть не так уж и часто на самом-то деле но такой момент тоже практикуется потому что не всегда есть ускорение замедление щит камни кожа и приходится играть от того что есть также бывают варианты когда у вас есть юниты высокого уровня 20 скелетов кстати на не криво сёк например те же эфриты да и игра ведется через лечение то есть вы наваливаетесь эфритами и постоянно их лечите для того чтобы вы даже одного юнита не могли потерять но тут важно оценить свои возможности и хватит ли вам маны и не будут ли в ответных ударах сразу теряться эфриты без возможности их подлечить и не дать потерять скажем так начинается следующий день подбирается немножко ртути немножко камней продолжает собирать золото через синку до сундука он не дотягивается он подберет на следующий день и вот как раз вот эта дорожка по которой он там шел собирал она должна привести его к очередной родной деревушке вот кстати после партии со мной на скирмише убитый говорил о том что я начал вспоминать говорит как играть эти с кирмише м-200 конечно же на каждом шаблоне есть своя специфика то есть играть по накатанной в любом случае не получится и так как бы под каждый расклад и шаблончик надо подстраиваться но если еще и не знать специфику раздач как генерится шаблон что считается нормальной раздачи для шаблона что нет то конечно можно допускать очень много ошибок которые в разрезе знания данного шаблона можно было бы минимизировать или вообще убрать пока что старается спокойно пробивать мумий они как раз тоже могут накидывать проклятие вот для троглодитов проклятие это вообще очень плохо поскольку у них тоже большой разброс по наносимому урону ну не без потерь но пробивается есть возможность освободить артефакт он оказался довольно таки отстойным но дополнительная руда будет капать до благодаря данной повозке руды то есть для экономики это может сыграть плюс докупается еще тактика до для джедита и большая часть слота уже занята то есть там по моему него порядка двух слотов плюс-минус там остается которые еще не заняты и куда можно попытаться какие-то полезные навыки схватить но опять же не так много у него вариантов остается куда идти что скорее всего пойдет он в сторону деревушки и убедиться что она там находится с большой долей вероятности тем временем ресурсы и армия передается на брису и она собирается идти брать гномятню так понимаю основная ставка вот он проверил величину гномятню и будет решать эти брать или не брать основная ставка как обычно это траглодиты и собственно сами мантикоры так идет качает свою брису за счет построенного этого здания выменивает все ресурсы в полный 0 ребят ради того чтобы докупить побольше мантикор и того их получается уже 12 и это еще не все скуплены то есть представляете до 12 мантикор на второй неделе как вам такое а ведь могло быть еще больше если бы было тройное от порталивание тем более золото ему сдало конечно по руде могло не срастись все равно тройное от порталивание но если бы он сразу пробился по разным направлениям может быть он и рудничок бы раньше взял сложно так говорить скажем так он не попытался даже это сделать может он сразу оценил и не особо стал даже заморачиваться насчет этого все-таки несмотря на то что данное решение было бы довольно топовым его еще нужно умудриться реализовать как-никак со стороны всегда просто рассуждать а вот когда ты непосредственно находишься в игре размышляешь как тебе поступить лучше порой ты для себя видишь ситуацию совсем не так причем иногда со стороны ситуацию неправильно оценивают как в данном случае могу ошибаться я так и игрок непосредственно в игре может занят мыслями по каким-то другим моментом может быть и просто напросто не обратить на что-то внимание или даже скажем так забыть за какой-то момент а тем временем мы видим что пошел бить гео я не знаю что произошло но с такой армии которая есть у него в наличии и на второй неделе идти бить гео если он сейчас его реально умудрится пробить ребят ну можно будет аплодировать конечно стоя но в целом это мне кажется гэгэ опять же не знание шаблона со стороны войска сейчас может сыграть с ним злую шутку просто как он собирается пробивать 90 хп хотя 90 это не угрейженных угрейженных я вот не помню остается такое же здоровье или нет ну в любом случае даже 90 чем пробивать пупа не хватит армии маны тоже мало но он может накинуть экспертный щит до накинул замедление потом щиток на 30 процентов снижает наносимые уроны и дальше начинать бодаться было бы экспертное проклятие еще немножечко можно было бы снизить получаемые урона так мне кажется тут все плохо ребят еще и дизмаранки идут из-за того что нежить находится в армии и у него получается смесь из трех замков это замок кассел благодаря ангелам это некрополис благодаря скелетам ну и собственно его родной замок за которым стронтовал это собственно инферно вот мы видим как все больше и больше подходит их вблизи пытается конечно отстреливать но нет слишком мало идет урона ну и вообще по боевым статам его герой слишком слаб вот так там похоже что васёк сейчас сделает так же как в самом первом туре первый же соперник с которым он играл у эс-фараон тоже не рассчитал сил и слился и на этом его игра закончилась примерно та же ситуация теперь уже с ним самим случается ну говоря по честноте убитый в принципе все равно имел больше шансов за счет дипломатии он мог наделать себе много дипломатов за счет от порталивания армии и так далее но опять же если бы более аккуратно сыграл и нанекрил побольше скелетов вполне возможно что не так все и однозначно было вот даже несмотря до казалось бы на большие ошибки со стороны воська и он постоянно сдавала как-то довольно таки неплохо то есть говорить о том что если бы его соперники не сливались там они однозначно бы выигрывали довольно сложно сказать как и в данной ситуации вот если бы он не пошел определенные перспективы в общем-то на дальнейшее развитие на то чтобы партия закончилась в его пользу они в общем-то были мне кажется вот так то а если бы он посмотрел по схемам анархии какие стоят величины охран понимал бы что такое вэлью и так далее то можно было бы конечно определенных проблем избежать вот так то ребят как популярно сейчас говорить иди учим от часть до математическую часть ну а здесь имеется ввиду механику игры для того чтобы подобных вещей не допускать ну бывает ребят на то этот турнир и создан чтобы ребята учились набирались опыта и так далее я не могу назвать конечно полным новичком воська но не сложилось бывает мы от многих даже опытных игроков видели в данном турнире разного от этого никуда не денешься каждому хотелось темпануть ну а тем временем ребят у меня на этом все спасибо что смотрели данное видео если оно вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на каналы добавляйтесь в группу вконтакте если есть желание материально поддержать развитие канала реквизиты вы видите на экране а также в описании под видео у меня на этом все всем спасибо за внимание всем пока с вами был армак удачи следите за турниром он все еще продолжается для вас буду стараться радовать вас новыми видео